Дорогие смотрящие по стране, вот скажите, если вы искренне действительно хотите благо для общества, для населения своей страны, почему так долго все-таки мы живем в какой-то жопе? Вам не кажется, что это уже слишком стало понятно и ненавязчиво ясно, что особо вы о своем народе не заботитесь? Мы же по сути для вас просто огород, мы же для вас овощи. Вы же, судя по тем действиям, по всем налогообложениям, по действиям вообще всех структур по отношению к человеку, понятно же, что вы нас доите, мы для вас просто урожай, которому вы даже не даете взойти. Вы по сути просто высасываете все, что пока есть, пока мы не сдохнем. Почему-то странно, что вы, являясь, по сути, управляющими государством, и если рассматривать государство как предприятие, как завод, к примеру, вы же по сути, по закону логики должны любить своих сотрудников. Они же вам придают прибыль, они же платят налоги. Для того, чтобы человек платил налоги или предприятие внутричастное, да, оно же должно быть комфортно себя чувствовать, обеспечено, там, туда-сюда, то есть для него должны быть созданы условия, в которых он может развиваться и давать прибыль. Из прибыли, соответственно, давать вам прибыль. Но вы же выжимаете последние сотни, вы же дожимаете так, вы ставите в такое положение, что как бы не заплатил – умер. Где жизнь? Ведь нету жизни. Ну ладно, все это лирика, все об этом постоянно говорят, но суть не в этом. Если вы действительно искренне хотите, чтобы человек в вашей стране, да, в огромной, не такое большое количество людей в такой огромной стране, 150 миллионов – это вообще, это просто смех, слезы по сравнению с Китаем или Индией. Это 150 миллионов человек, ёб твою душу мать, на здоровенный кусок земли, который пустует постоянно, который вы там раздербаниваете. Это же немного, это же можно каждому просто дать его, то, что ему по праву принадлежит, кусок, там, не знаю, той же земли, тех же ресурсов. Пусть он этим управляет, пусть он развивается. Вы с этого будете иметь намного больше, чем имеете сейчас, выжимая последние. Чего вы такие непонимающие-то, а? Вы же смотрящие, вы же вроде встали во главе угла, вас вроде как даже выбрали на эту должность. Будьте людьми, ё-моё, чё, вам мало, что ли? Чё вы хапаете? Ну, это уже видно насквозь, вас уже, а вас кино снимают, понимаете? Вы герои анекдотов, но вы в наглую продолжаете тащить, переть, блядь, и всё такое. Вы же вот ездите на меня каждый день, я вас ненавижу, понимаете? Как человек, как гражданин, я ненавижу вас. Я люблю свою страну, я ненавижу управляющих этой страной, этих смотрящих, подсматривающих. Вы подсматривающие, вы пиздящие. Ну, ладно, дело не в этом. Вот просто, если ещё есть среди вас какие-то люди, если есть настоящий президент, с той позиции, которую нам проецируют СМИ, да, если есть такие люди, искренне желающие изменения в лучшую сторону, которые, может быть, сами страдают от того, что за огромное количество времени аппарат управленческий коррумпировался максимально, и стал такой жирной, толстой жопой, с которой сложно бороться, но вы действительно хотите пробиться к народу через этот жир, да, то, может быть, вы хотя бы послушаете, что есть какие-то инициативы в народе. Мы же тут тоже сидим, как говорится, от цехи, и понимаем, в принципе, что делать. Нам видно, мы в этом страдальческом состоянии понимаем, что нам надо, чтобы всем было хорошо. Вот одна из таких инициатив, которая поверхностная и должна быть рассмотрена, мне кажется, в первую очередь всеми руководителями на всех уровнях. Ну вот вы все боретесь с коррупцией, с преступностью, с проституцией, с наркоманией, со всеми делами. Но вы отойдите от ситуации как бы подальше. Со стороны посмотрите, что первопричина, почему все это происходит. Почему есть коррупция, почему есть войны, почему есть преступления, почему есть проституция. Что людей двигает на эти действия? Деньги. Вот в нашем сегодняшнем состоянии деньги являются иконой. К сожалению, они вышли из статуса учета талантов человека, да, и превратились в некое божество, ради которого все стали работать, трудиться и так далее, там, стремиться к этим, к этой наживе, накоплению этих средств. И за деньги убивают, за деньги ебут. Вот вы понимаете, вот со стороны же понятно, что вот хочешь изменить ситуацию, да, чтобы исчезла коррупция и все прочие эти вещи, которые я уже перечислил, уберите первопричину. Уберите деньги из оборота физических лиц. Оставьте деньги на периметре, как в тюрьме. В тюрьме же люди не могут пользоваться деньгами официально, там они запрещены. И поэтому там люди развиваются согласно своих талантов. Кто честный, более честен и так далее, тот занимает уважаемые позиции, начинает управлять этим же сообществом. Кто чему по жизни, он опускается под шканарь. Ну это же ежу понятно, да. И там деньги есть, но они на периметре. Они работают на то, чтобы закупать продукты питания, одежду. Ну вы сами все знаете, не мне вам рассказывать, а вы авторы этих тюрьм. Ну так возьмите с них пример. Там люди, там сообщество вынуждено развиваться согласно своих человеческих качеств, своих талантов. Там люди занимают те позиции, которым они соответствуют. Благодаря своему внутреннему, опираясь на свое, вернее, исходя из своего внутреннего морального портрета. Это же пример, вот, пример конкретный. Ну хорошо, не нравится вам сравнение с тюрьмой, возьмите семью. Обычную семью, мы все семьи. Где вы видели в семьях торгово-промышленные какие-то отношения? Я тебе дал, ты меня накормил денег, да, нет же. Там папа принес, мама принесла, там сын зарабатывает, дочь зарабатывает. Все идет как бы в общую копилку, у каждого есть свои расходные деньги. Но закупается какой-то общий товар, общая еда, и все этим пользуются. И всем хорошо. Внутри есть любовь, внутри есть понимание, внутри есть, ну это семья. Тоже пример. Мы же тоже семья. По сути государство, это и завод, и это семья. Мы здесь родились, это наш дом. Нам по праву принадлежит моя маленькая комната, где я должен жить. Дайте мне мою комнату. Возьмите пример, возьмите пример с этих двух примеров, тюрьма и семья. Уберите деньги из обращения физических лиц. Оставьте их только на периметре. Ну вы представьте только на секунду себе, как это сильно изменит обстановку в стране и в мире. Представляете, мотивация рублем среди физических лиц исчезает. Люди не могут подкупить друг друга. Нечем подкупать и незачем подкупать. Ценность денег упразднилась. Ушла в сторону, все, нет, не надо. Исчезнет сразу коррупция. Сразу, автоматически. Просто нет предмета, ради чего, чем коррумпироваться. Не замотивируешь ты начальника или чиновника рублем. Он уже по-другому живет, у него другие мотивы. Нет денег. Если всем нужны эти, не знаю, последние достижения, там какие-то мировые, там, да закупите вы эти айфоны. 150 миллионов айфонов купить, по-моему, государству, это не проблема. Тем более оптом, сразу от производителя. Да там цена будет вот такая. Раздайте каждому. Пусть все ходят с 10-м айфоном, потом с 11-м. Не надо. Ну, изобретем свой. Сделаем, наконец-то, свой, там, мегафон или, там, смарафон, там, русифон. Ну, будут ходить с нашими. Ну, пока не сделали. Ну, купите им всем, раздайте. Че? И так со всеми делами. Если наш автопром такой гребаный, блин, не может за столько лет сделать нормальную тачку, ну, нахрен закройте его. Пусть трактора делают. Все на косилке, сноповязалке. Закупите вы эти, блин, тачки, которые людям хотите. Хотят люди спросить, что ты хочешь, какую машину? Мерседес. Да ради бога. Оп, там закупили 200 миллионов этих Мерседесов, 150. Раздали каждому. Все довольны ездят. Бензин на заправках бесплатно? Зачем? Уберите деньги из оборотов физических лиц. Оставьте их на периметре. Рассчитайте. Это просто как идея. Вы же умные там все сидите. Просчитайте эту модель. Обратите внимание на это. Многое уйдет, за что вы сейчас бьетесь. Исчезнет все. Девочки уйдут с панели. Им незачем будет трахаться за деньги. Уйдут эти вот прожи все. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, это сложно. Да, это страшно. Да как это? Деньги даже в Библии прописаны. Но вы только на секунду задумайтесь, что даст это нам, всем здесь живущим. Мотивация другая будет. Да, это похоже на утопический коммунизм. Но почему бы нет? Почему бы не стремиться к хорошему? Почему мы стремимся к каким-то полуформам? Стремитесь сразу к максимально идеалистической картинке. Чем больше планку вы поднимете, тем больше последовательные будут достижения выше и сильнее. Главное захотеть. Вы захотите сделать обществу, чтобы было хорошо. От этого вам будет еще лучше. У вас на душе станет спокойно. Ну, в общем, такой спич я двинул. Надеюсь, кто-нибудь услышит, поймет правильно, взвесит. А лучше всего, чтобы услышали, конечно, те, кто еще может принимать какие-то инициативы и как-то их внедрять. У кого есть еще полномочия. Потому что порой кажется, что никого не осталось. Вся верхушка настолько пропиталась вот этой всей денежной возней. Ну, все же очень очевидно. Мы же тут сидим, мы же не слепые, мы же умные. Мы не пьем уже давно. Вы нас спаиваете, а мы не пьем. Мы протрезвели. Мы видим, как все происходит. И то, что происходит, я вам скажу, это жопа, товарищи. И эта жопа не будет вечной. Она закончится и очень скоро. И вы это знаете, вы это чувствуете. Я же по вам вижу. Я же в кабинеты ваши захожу. Я же вижу вас изнутри. Вы понимаете? Удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь.